9 июля 2021 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Предупреждаем, сегодняшний выпуск будет не только интересным, но и очень необычным. Любой израильтянин, приезжающий в Иерусалим, знает, что после посещения старого города Стены Плача нужно обязательно отправиться вот сюда, в торговый центр Малха. Это здание было построено не так давно и одно время было самым большим торговым центром на Ближнем Востоке. Вот такой вот храм потребительства и торговли. Действительно, с изобретением колеса человечество приобрело две новых функции жизненно важных – беспрерывно перемещаться и беспрерывно что-нибудь покупать. Рядом с торговым центром находится живописнейший холм со старинными домами. Также современный район Малха слева, тоже, кстати, довольно симпатичный. Ну а прямо напротив торгового центра очень живописные древнейшие развалины. Впрочем, тут нет никаких табличек, объяснений, указателей. Здесь просто обычно курят сотрудники торгового центра, когда у них перерыв. Мы же с вами исследуем сегодня этот район Малха и узнаем его потрясающую историю, которая начинается вот отсюда, с крестного монастыря. Долина Креста. По преданию, именно здесь росло дерево, которое использовали потом, чтобы распинать Господа нашего Иисуса Христа. Монастырь называется Монастырь Честного Креста, и хоть он принадлежит Иерусалимской Патриархии, и никто это не отрицает, все называют его Грузинским. Почему? Ну вот вам сейчас и расскажем. Предание говорит, что сам Константин Великий эту землю отдал дар царю Мириану. Так или не так, это мы не знаем, но уже с 4 века братья из Грузии жили здесь, в Иерусалиме, и даже самые древние грузинские надписи были найдены недалеко от Вифлеема Иерусалима. Мы знаем, что даже монахи, которые по происхождению были из царского грузинского рода, приехали сюда, как Петр Ивериц и другие. Однако после того, когда мусульмане завоевали святую землю, место монастыр креста был в запустение и даже превращен в мечеть до того, когда в середине 11 века монах Прохор, грузин тоже по происхождению, монах из Афона, из монастыря Святого Савва, ему каким-то особым образом удалось даже в период ислама возобновить здесь монастырь. Как мы уже сказали, монастырь этот связан с преданием о животворящем древе креста Господня. Прямо за алтарем храма показывают место, где произрастало трехсоставное дерево, из которого впоследствии был сделан крест Господа нашего Иисуса Христа. Вот оно обозначено серебряным кругом. В 12 веке для строительства монастыря и храма, который мы видим сегодня, из Грузии прибыла целая делегация, 500 человек. И здесь был большой, крепкий грузинский монастырь. Однако в Грузии было много проблем, монастырь содержать было все труднее, братья продавали землю, и вот к 17 веку вынуждены были монастырь покинуть. Кто-то ушел в лавру Святого Саввы, кто-то расселился по другим монастырям Святой Земли. Сам же крестный монастырь перешел в руки Иерусалимской патриархии, которая со временем смогла все эти долги оплатить. В монастыре поражают росписи. Это древние грузинские росписи 12 века, где даже сохранились надписи на грузинском языке, и росписи 17 века, которые были сделаны монахами Сафона во время реставрации монастыря. Сюжет роспис необычен и отражает наше местное почитание местных святых. Справа царь Давид и Соломон, слева собор архистратига Михаила и Гавриила. Также два мученика, один из христианского востока, святой Арефа справа, и латынский западный святой, оба православные, и это подчеркивает особую важность вселенской православии в нашей Иерусалимской церкви. В монастыре много икон, подаленных из Грузии в разные времена. Вот, например, тот самый святой Прохор Грузин, который первым основал здесь монашеское братство в этом монастыре. Иверская Матерь Божия, очень ценный, дорогой подарок из Грузии. Всегда наши паломники с большой любовью молятся около этой иконы, когда посещают монастырь. Ну и, конечно же, святой великомученик, победоносец Георгий. Как же без него? Тут даже есть не одна, а целых две иконочки святого Георгия. И, конечно, святая царица Тамара, которая, как считают, была своего рода музой Шота Руставели. Великий грузинский поэт Шота Руставели был министром при дворе царицы Тамары. В последние годы своей жизни он стал монахом и пришел в Иерусалим с той самой грузинской делегацией в XII веке для того, чтобы возобновлять и строить крестный монастырь. Это подтверждается наличием имени Шота из Рустави в списке делегации, а еще вот этой удивительной росписью. Вот этот человек у ног Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина никто иной, как раб Божий Шота из Рустави. Об этом сказано в надписи на древнегрузинском языке. Эта роспись была обнаружена еще в 60-е годы, когда к нам приезжала делегация от Академии наук вместе с грузинскими учеными и подробно исследовала росписи крестного монастыря. Самое знаменитое произведение Шота Руставели – это поэма «Витязь в тигровой шкуре». Поэма действительно удивительная. Вот я открываю сейчас перевод, один из самых лучших, перевод с древнегрузинского на иврит. Самые грузины даже признают, что это, скорее всего, самый лучший, точный перевод, который передают и форма, и дух поэмы. Переводил Борис Гапонов. Книга хоть рассказывает, в принципе, вовсе о нехристианах, то есть самые герои, они арабские рыцары и так далее, принцы, но, тем не менее, вся книга заражена духом святоотеческим, духом православия. Я эту книгу купил, потому что мне монастырь, долина креста, с детства меня очаровали совсем. Я чувствовал, как будто герои этого древнего поэма ходят по этим горам, что они на самом деле отсюда, что они местные. К воротам монастыря ведет улица Шота Руставели. Так эту улицу назвали недавно, в 2004 году. И улицу эту любят все абсолютно жители окрестных домов, занимаются на ней спортом. Замечательный памятник Шота Руставели был установлен здесь с дарственной надписью. И вот Шота Руставели протягивает руки, друзья мои, не знаю уж, случайно или специально, именно к тому месту, где всегда останавливаются туристические автобусы. То есть вот так мимо этого памятника обычно идут к крестному монастырю паломники. Таким образом, получается, что монах и великий грузинский поэт по традициям грузинского гостеприимства зовет всех в гости, приглашает всех зайти к нему в монастырь, поклониться месту произрастания древа креста Господня, побывать в этой дивной атмосфере. Но, увы, сегодня здесь одни велосипедисты и местные израильтяне, которые занимаются здесь спортом. В самом монастыре монахи из Грузии давно уже не живут. Однако в Израиле есть очень много репатриантов из Грузии, и некоторые из них являются православными христианами. Их можно видеть на всех наших больших праздниках. Вот эти кадры, например, мы снимали на вход Господень в Иерусалим. Субтитры создавал DimaTorzok И вот эта грузинская, самая настоящая грузинская деревня Малха находится напротив торгового центра, каньон Малха на Иврите. Образовалось это селение в XII веке. Дело в том, что сам монастырь Креста, который недалеко отсюда, был, в принципе, можно сказать, такой царский официальный проект грузинский. Соответственно, для того, чтобы монахи, которые некоторые из них были, в принципе, из царского или аристократического рода, надо было, чтобы были также миряне, которые бы помогли в землях, которые находятся недалеко от монастыря. Монастырь-то большой, как крепость, и вокруг этой крепости были разные поля. И эти поля ухаживали за них эти крестьяне, которые в каком-то смысле, они, можно сказать, были крепостными. То есть хозяева, их хозяева, были, в принципе, епископы или игумены монастыря Святого Креста. Таким образом, эти крестьяне, жившие в деревне Малха или Малиха, ухаживали за монастырскими землями, строили крестный монастырь и были одновременно его же прихожанами. Правда, источники говорят нам любопытную вещь. Еще в IV-V веке здесь было византийское поселение, и в нем тоже были грузины, которые ухаживали за розовыми садами. Так что, можно сказать, грузинский след начинается здесь еще в самые ранние первые века христианства. Они растили миндаль, инжир, гранаты, оливки, конечно же, делали оливковое масло. Как в IV, так и в XVI и в XIX веке люди у нас жили без особых изменений. Они жили вместе с землей, они занимались сельским трудом, жили в гармонии с природой. Первое поселение здесь – Малха с бронзового века. 4000 лет назад, 2000 лет до Рождества Христова. Вот те самые раскопки, где обычно отдыхают сотрудники торгового центра. Кроме них никто эти места и не знает. А почему селились здесь в бронзовом веке? Именно потому, что земли здесь плодородные. Здесь, видите, и гранаты, и инжир, и оливок. Возле крестного монастыря сделали любопытную реконструкцию. Это оливковые прессы или маслобойня IV-V века, то есть уже византийский период. Но ведь точно так же эта маслобойня выглядела бы и в бронзовом веке, да и вплоть до начала XX века наши палестинские крестьяне вот так делали оливковое масло. Сперва оливки дробили, измельчали, превращая их в кашу вот на таких вот каменных жерновах. Потом складывали это всё в большие корзины и надавливали сверху прессом. И вытекало свежевыжатое оливковое масло. Интересно, что олива на грузинском языке будет «зейт из хили». А по-арабски и на многих других семитских языках тоже олива называется «зейт». В Библии описаны бомот, то есть высоты, где совершили разные ритуальные жертвоприношения, то есть языческие народы. Археологи говорят, что как раз здесь был культовый ханаанский центр. Как раз очень интересно, что вот такой культовый центр находится около современного храма капитализма в виде торгового центра. Ответствует с нынешним храмом капитализма центр высоких технологий, главный в стране, и знаменитый спортивный стадион «Тедди». Случайность? Ну, будем надеяться, что да. Да, здесь в Палестину на смены хананеев пришли. Израилетяне на смены израилетяне, потом римляне, на смены римлян, потом христиане. И дальше, мы знаем, была исламизация. Религии меняются. Однако базовый надежды или быт человеческий всегда был одним и тем же. Вот именно здесь, в этой капише языческой, которую мы здесь находим в Малха, люди, скорее всего, тоже о чем молились? О благоденствии, о том, чтобы земля отдала свой урожай вовремя. И так, в принципе, простые люди жили и молились фактически до XX века. Были ли они православными или мусульманами, или евреями, или просто язычники? Это, в принципе, с точки зрения их быт и образ жизни особого значения не имело. А вот старое кладбище и мечеть на вершине деревни Малха. Как раз когда грузины стали меньше сюда отдать пожертвования, меньше стали сюда приезжать, связь прорвалось с Кавказом. И, соответственно, большие долги были у грузинской братства Святой Земли, и потихонечку они должны были перейти в Иерусалимской церкви. Но что делали крестьяне, живущие в Малха? Они не могли покинуть свой дом родной. Они остались здесь, но потихонечку теряли свой язык, и даже осваивали местную исламскую религию. Однако они бережно хранили свои грузинские традиции, и даже между собой только женились. Да и местные мусульмане и арабы относились к ним как к чужим, хоть они были такие же мусульмане, как они. Между собой эти люди называли себя гурдж, то есть грузины. И до сих пор у нас, у иерусалимских арабов-палестинцев, есть некоторые грузинские семьи. У них фамилии отличаются от других и имеют явно такие грузинские какие-то окончания. И они знают о том, что они грузины, хотя исповедуют уже давно ислам. Действительно, женятся только на своих и чувствуют себя несколько обособленно. С 1948 года здесь живут ни мусульмане, ни палестинцы и ни грузины. Здесь живут евреи. Жители города должны были покидать место и селились в основном в палестинской автономии и в Ифлием. Сюда в 50-е годы, в этой удаленной, довольно далеко от Иерусалима селения, жили малоимущие иммигранты из Курдистана и из других восточных арабских стран. В начало 90-х стали уже строить и новые районы. Так что место стало к 2000-м довольно престижным. Появились здесь апартаманы такие, как бы престижные, виллы, дома для богатых. Однако никакого хранения особого характера этого деревни не было. Строили и подстроили каждый, как хотел. Увы, место сейчас не считается археологически важным, ценным. Не ведется никакая консервация старинных, древних даже домов. Ну, а рядом цветет новый, очень красивый, действительно красивый район Малха. Главная же ценность этого района для местных жителей, особенно обеспеченных, которые любят здесь покупать большие дорогие виллы, в том, что находится этот район рядом со знаменитым торговым центром Малха. Это очень удобно. А также рядом с шоссе, которое ведет в Тель-Авив, загород. То есть, таким образом, ты живешь в Иерусалиме, но очень легко можешь добраться на работу, например, в Тель-Авив или еще куда-то. Ландшафт Иерусалима и его окрестности, конечно, сильно стал меняться в последние 30 лет. На моих глазах строили прямо вот здесь, на этом холме, который называется Holy Land. Там раньше был отель и парк. Стали строить вот этот проект, который все местные жители Иерусалима были категорически против него и называли его, полушутя, трансформеры. Проект трансформеров. Невероятным контрастом выглядят, конечно, вековые религиозные народные традиции на фоне вот этих вот трансформеров и храмов капитализма. Но, думается, есть во всем этом какой-то корень, который не может выкорчевать никакое самое страшное трудное время. Будем надеяться на это. Желаем вам всем крепости и обещаем выходить в эфир как можно чаще.